Вечер на седьмом. Здравствуйте, я Вячеслав Касим. И сегодня мы обсудим здесь один пожар, который обернулся большим скандалом. Речь идет о пожаре в Гагаринплазе. У нас сегодня здесь много гостей. Представлять их будем всех по очереди. Здесь есть инвесторы и Гагаринплаза, представитель ГСЧС и многие другие люди. Итак, этот пожар поставил вопрос о безопасности одесских высоток. Дело в том, что дом, к счастью, был не заселен, но тем не менее при таком огне, если бы вдруг там оказались люди, речь могла бы идти о десятках жертв, десятках погибших. Двое спасателей отравились во время тушения пожара. В общем, все это было очень плохо, опасно и страшно. И теперь возникает вопрос, а безопасны ли другие такие дома в Одессе. Для начала давайте посмотрим сюжет об этом пожаре. В субботу, 29 августа, в туристическом центре Одессы в Аркадии пожарные пытались спасти объятое пламенем 22-этажное здание долгостроя жилого комплекса Гагаринплаза. Оно строится уже 8 лет и не один раз меняло своего инвестора. Возгорание произошло на верхних этажах высотки. Огонь распространялся мгновенно. Пожарные смогли достигнуть только седьмого этажа. В рукавах не хватало давления, а в самом здании не была предусмотрена внутренняя система пожаротушения. На объекте отсутствовали даже пожарные гидранты. Доступ к воде пожарным удалось получить только в здании соседней высотки. Там пару человек на крыше было, и они пытались потушить. Свидетели говорят, пламя охватило здание мгновенно. 22-этажка на Гагаринском плато полыхнула примерно в 13.30. За час здание занялось полностью. Есть вероятность возгорания второй высотки, находящейся рядом. Тушить пожар выехали 13 расчетов. Один из пожарных потерял сознание, надышавшись угарным газом. Тушить такие здания пожарным нечем. Лестниц такой высоты просто нет в наличии. К тому же потушить такое возгорание фактически нереально. Дом в нарушении всех норм построен из особо горючих материалов. Главная проблема на тех двух 24-поверховых будинках. В данном случае используется утепливатель пинополиуретан в сумочке с минеральной ватой. Но вся сложность в том, что покрыто все это сверху пластмассовыми, люминесцентно-пластмассовыми облицовочными плитами, что заборонено державными будильными нормами В1-7 от 2002 года. Как результат халатности застройщиков, не побеспокоившихся о безопасности своего объекта без жилья, остались сотни людей, которые уже в ноябре планировали въехать в свои квартиры. Итак, собственно, что мы увидели? Мы увидели, что дом, который был обшит горюче-опасным материалом, в итоге таки загорелся. По сути, это был всего лишь вопрос времени, потому что материал, который был использован для обшивки, он в любом случае рано или поздно бы полыхнул. Александр Критский, ГСЧС. Почему так сложно было потушить огонь? Спасибо за вопрос. Всем добрый вечер. Хотелось бы сказать, что сложность тушения пожара заключалась опять-таки в том, что здание было высотное, то есть выше 16 этажей. И, естественно, это обусловлено отсутствием техники и средств, которые могли бы, возможно, было доставить на такую высоту. Хорошо, у вас техники нет, но в доме должны быть пожарные гидранты, пожарный водопровод и так далее. По данному вопросу в настоящий момент проводится расследование компетентными органами с привлечением наших специалистов. И причины отсутствия существующей системы внутреннего пожаротушения также устанавливаются. То есть она не работала в тот вечер, в тот день? В тот день она не работала. Ее привести в действие не удалось. Скажите, пожалуйста, может ли ГСЧС гарантировать, что в Одессе сейчас много таких домов, много высоток, недавно сданных, сданных давно. А может ли ГСЧС гарантировать, что в других домах работает эта система пожаротушения? Такой пожар может произойти в любой высотке в городе? Периодически проводятся проверки данных объектов. Всего около 600 многоэтажных зданий, из которых 28 на территории Одесской области, это высотные, то есть выше 16 этажей, как я уже говорил, 22-23 этажа. Проверками устанавливается и предусматривается составление предписаний с целью устранения выявленных недостатков. Обращается внимание на соответствие противопожарных норм, то есть наличие системы пожаротушения. У вас есть данные о том, сколько домов в Одессе сейчас имеют нарушения и могут оказаться в аналогичной ситуации? На сегодняшний момент нет. Проверки проводятся. А кто несет ответственность за их пожарную безопасность? Непосредственно руководители объектов, то есть собственники объектов. По последствиям вот этот пожар, к какому классу сложности он относился и что было бы, если бы в доме были люди в это время? Все силы непосредственно на этом пожаре и при любом другом пожаре были направлены в первую очередь на спасение людей. Были аналогичные случаи развития по такой же схеме пожаров в других развитых странах, у которых техника достает на последние этажи, на самые высокие, на крыши домов достает с привлечением также вертолетной техники. К сожалению, жертв в заселенных домах такой высоты не удалось избежать. Это и в Шанхае в 2010 году погибло 53 человека, в Сан-Пауло в Бразилии погибло более 40 человек. К счастью, в этом доме никого не было. Мы видели на видео, как летали куски горящей обшивки в воздухе, как горела непосредственно сама обшивка. То, что она была пожаро-небезопасна, это является однозначным нарушением? Это является нарушением, безусловно. К сожалению, при использовании данного материала в обшивке фасадов зданий, огонь развивается против законов физики, то есть не снизу вверх, а сверху вниз. Горючие материалы, полимерные материалы при высокой температуре плавятся и просто стекают, заставляя возгораться материалы, которые находятся ниже. А также при разлете на большие площади, на большие расстояния могут возникнуть возгорания ближайших помещений, объектов, что также создает значительные трудности при тушении пожаров. У нас в студии есть и инвесторы ЖК «Гагарин Плаза», люди, которые купили там квартиры, вложили в это деньги, и чьи квартиры пострадали. Максим Ярощук, инвестор ЖК «Гагарин Плаза», когда шла стройка, вы знали о том, что этот материал пожара небезопасный? Добрый вечер. Я честно вам скажу, что весь этот процесс контроля и борьбы с недобросовестными строительными компаниями, кооперативами, которые взяли на себя обязательства подостройки этого дома. Это проблемный долгострой, да? Он строится с 2005 года, по-моему, года? Это правильное здесь слово. Это не новострой, это долгострой. И погрузился в этот контроль и борьбу я с этими недобросовестными компаниями уже после случившегося пожара. Сам официально я не являюсь юридическим владельцем недвижимости в этом доме, но члены моей семьи стали по таким вот печальным уже, значит, как говорится, вследствие печальных вот этих событий, они стали инвесторами этих квартир в этом доме. И я, как ранее говорил, не погружался в процесс самостройки, контроля над строительными материалами и так далее. Сейчас я уже, конечно, понимаю и вижу, что происходит в этом доме, потому что с того момента, как произошел этот пожар, как произошло это горе, а это горе для этих людей, потому что очень большая часть людей, несмотря на то, что пишут в интернете и говорят, что это Аркадий, здесь богатые и обеспеченные люди приобретали квартиры, на самом деле это не все так. Были и люди переклонного возраста, которые приняли для себя решение на старости лет переехать в Одессу и жить в таком вот чистом районе, грубо говоря, города Одессы. Вот были люди, которые брали эти квартиры в кредит, и были те, кто продал свою вторичную недвижимость и решил изменить свою жизнь и переехать в этот новострой. В итоге все эти люди сейчас вынуждены как-то перебиваться. Но есть, конечно, и те, кто имеют не последнюю крышу над головой, есть где жить. Но самое главное, что с тех пор, как мы начали заниматься своим расследованием, лица инвесторов мы объединились, и выясняется очень много таких моментов, я не знаю, как их классифицировать, но, наверное, это, скорее всего, подходит к слову, как огромное количество нарушений со стороны вот этих вот компаний, которые якобы взяли на себя обязательства подостройки. До пожара вы знали, что в доме не работает система гидрантов, система пожаротушения? Ну, скажем так, здесь была выбрана определенная тактика поведения вот этими вот компаниями, которые пытались достроить этот дом. Или делали вид, что они пытаются достроить. Скорее всего, так будет правильно. Они все время психологически пытались убедить инвесторов в тех вещах, которых просто никогда не существовало. Вот, поэтому те люди, которые приобрели, они верили, они надеялись, они ждали. А на самом деле там было полное отклонение от действующих норм, ГОСТов и так далее. О том, что не было рабочих гидрантов, я не знал. О том, что этот материал является небезопасным и легко воспламеняемым, я тоже не знал. Если бы я знал, я бы, соответственно, предпринял какие-то меры еще заблаговременно, и, может быть, мы бы смогли предотвратить вот то горе, которое произошло. И так получается, ну, собственно, люди привыкли доверять строителям, да? И вы сидели, ждали, как оно все будет построено. И недостаток контроля в итоге привел к тому, что в доме не было ни пожарных гидрантов, и не работала система пожаротушения. У меня тогда вопрос в первую очередь к Александру Критскому. Ну, и, может быть, кто-нибудь еще сможет что-то добавить. А что делать жителям других домов в Одессе, которые сейчас живут? Этот же дом был сдан в эксплуатацию уже, да? То есть он официально был принят, он уже, ну, ремонты там делали, можно было бы и заселяться скоро. Так вот, что делать людям, которые живут в новых высотках в Одессе, чтобы удостовериться, что их дом безопасен? Ну, в первую очередь, данные объекты, высотные объекты, в них предусматривается не один, а несколько эвакуационных выходов. В первую очередь, не заставлять, как у нас обычно любят, старую мебель вынести на лестничную клетку, создать условия трудностей не только соседям, но впоследствии и при эвакуации лично себе, проверять наличие открывания, легкого открывания, закрывания дверей, также состояние пожарных... Смотрите, вопрос немножко о другом. Вот люди живут в доме, они не знают, работают там системы пожаротушения, что там за материалы, использованные в обшивке, ну, вот если проецировать эту ситуацию на пожар в Гагарин-Плазе, да? Что им конкретно нужно сделать, чтобы узнать, работает ли это все и нормальные ли материалы? Куда им обращаться? В ГСЧС, в мэрию, я не знаю, к Богу? Они имеют право узнать у лица, либо объекта, предприятия, кто продает им квартиру, о качестве постройки, об использованных материалах, и имеют право также, как граждане и жильцы дома, убедиться в исправности средств, первичных средств пожаротушения. Ну, технически как это сделают? Они должны либо к управдому, либо в ЖЭО обратиться, либо подать письменное обращение, написать заявление, непосредственно можно в нашу структуру, и тогда будет направлен инспектор, компетентное лицо, который проведет обследование данного объекта и предоставит, ответит на поставленные вопросы. Комиссия, которая подписывала акт о приеме дома в эксплуатацию, должна нести ответственность за то, что произошло? Член этой комиссии лично? На этот вопрос я вам ответить не могу. Проводится расследование, устанавливаются все, кто принимал в эксплуатацию данное здание, готовность объекта при возникновении таких ситуаций. Поэтому на данный момент я пока не могу осветить этот вопрос. Я вас понял. То есть ответственности никто пока нести не будет, из чиновников, по крайней мере. Давайте так, этот пожар, который стал большим скандалом, он одновременно вызвал тревогу в городе. И одна из компаний, Кадоргрупп, решила проверить все свои абсолютно высотки на предмет готовности к крупным пожарам. Сейчас мы посмотрим об этом небольшой сюжет, а Александра Критского я вынужден отпустить. Ему нужно покинуть нас по долгу службы. Спасибо, что были с нами. Увидимся сразу после сюжета. 29 августа в Аркадии полыхало 22-этажное здание долгостроя жилого комплекса «Гагарин Плаза». Загорелось где-то в пентхаусах. Из-за пренебрежения при строительстве элементарными правилами пожарной безопасности, ни гидрантов на улице, ни внутренней системы тушения, здание было практически обречено. Буквально на следующий день после ЧП лидер компании «Кодоргрупп Аднан Киван» решил успокоить жильцов, напуганных пожаром в соседнем доме и провел тестирование системы пожаробезопасности домов жилого комплекса на Гагаринском плато. При строительстве домов противопожарная система – один из самых главных факторов. С целью контроля работоспособности система пожаробезопасности в домах «Кодоргрупп» периодически проводит самодиагностику. На каждом этаже у нас такой ящик. Под каждым домом два резервуара с водой. Запас – 350 кубов. Пожарная машина сколько она вмещается? Пожарная машина зил малый – 5 кубов. Военный зил до 8 кубов он берет. То есть у нас под домом 65-70 пожарных машин вмещается. На каждом этаже дымный датчик. Малейшее отклонение от нормы фиксируется и передается на экран монитора диспетчера и в управление МЧС. Открылся клапан дымоудаления и работает тренг. Пожар, лифты уходят в нижнюю точку, оповещение о пожаре. Система предусматривает автоматическое избавление всех внутренних помещений высотного дома от угарного газа. Срабатывает система дымоудаления и подпора воздуха. Открывается клапан на этаже дымоудаления, запускаются вентогрегаты. Все едкие вещества поднимаются шахтой на крышу и выкидываются в атмосферу. Жильцы домов Кадоргруп уверены в своей безопасности. На страже их спокойствия стоят новейшие системы пожаротушения и квалифицированные специалисты компании. Итак, мы видели, как проходила проверка в Кадоргрупп всех домов. У нас в студии сегодня Юрий Дулоглу, главный инженер. Скажите, Юрий, сколько у Кадора домов сейчас на обслуживании? На сегодняшний день у нас уже 12 домов полностью запущены. И у нас все находится в режиме автоматики. В любой момент мы можем отреагировать в течение минуты на все срабатывания. Почему вы тогда решили проверить срочно после пожара в Гагаре-Плазе все системы? Ну, мы решили проверить, потому что очень много поступило звонков. Думали, что это наши объекты и начали говорить, что это Кадоровский. Мы решили уже показать, что это не так. Но у нас ежемесячные проверки и так проводятся мы сами лично. Каждый месяц у нас есть журнал, у нас есть все, мы записываем. Каждый месяц мы по каждому объекту делаем запуски. Ну и плюс у нас все под наблюдением 24 часа в сутки. Как должны работать собственные системы, о которых вы говорите, пожарные безопасности в случае пожара? У нас получается, сперва начинается, если не дай бог какие-то ситуации, там дым или что, у нас срабатывают датчики на этажах, идет дублирование в мониторную. Там, где у нас находится оператор, который наблюдает по мониторам за всеми этажами, за всем объектом. Он смотрит по прибору, какой этаж сообщает по рации у нас. На рецепшене идет, ну человек сидит у нас, и сигналка срабатывает в всей секции. Следовательно, оповещение уже всего дома как бы есть. Ну люди уже оповещены. По моменту этому у нас выдвигается группа, которая всегда у нас 24 часа на объекте, в неспящем режиме. После этого поднимается, на этаж, на тот, где раскручивает рукав, открытием клапана у нас система воды под давлением, и в течение максимум минут, это у нас уже вода на этажах, мы можем поливать любые моменты, фасады, что где, в течение минуты. Александр Крецкий, который был вот только что на студии с ГСЧС, он сказал, что у ГСЧС нет техники, которая позволяла бы им тушить пожары на высотных этажах жилых зданий, потому что максимальная самая лестница у ГСЧС сейчас в Одессе, это 50 метров, она одна единственная. Как подать воду наверх? У нас вода подается вплоть до крыши, у нас на каждом месте это же пожарные гидранты, которыми мы можем охватить весь этаж без разницы, это 22, 24, вплоть до крыши, мы можем и тушить пожары на крыше. Это не проблема, у нас насосы находятся внизу, ну в подвалах или там в паркингах, и они подуют давление, у нас в принципе струя резервуара до 15 метров на самой максимальной точке. А теперь объясните мне, пожалуйста, как главный инженер, как сдается здание в эксплуатацию? Как происходит этот процесс? Сколько этапов? Кто отвечает за что? Ну, получается, у нас приходит, это когда мы сдаем здание, у нас принимают люди, и параллельно у нас уже пожарная система вся проверена, приходит пожарная проверка с МЧС, проверяют все системы, это дымоудаление, систему сигнального оповещения, систему пожаротушения, это длину струи, как бы все эти моменты. Плюс они проверяют, там есть места, где должны быть огнетушители, там порошковые, в зависимости какие места. Это мы все с МЧСниками проходим и полностью им передаем. И плюс заводим журналы, вот с момента сдачи у нас объекта, у нас заводится журнал, и это ежемесячная проверка, техническое обслуживание по всем этим приборам. По пожарам в Гагарин-Плазе мы увидели, что там не работал ни пожарный водопровод, опять же, ни пожарная сигнализация, ну, в общем, не работало ничего. Как вы думаете, кто из вас может ответить, как так получилось, что здание в таком состоянии было официально принято в эксплуатацию со всеми подписями, со всеми членами комиссии и прочими официальными процедурами? – Добрый вечер. Мы инвестора ЖК «Золотой берег», но у нас была совершенно сходная ситуация, исходная она чем? Потому что где-то года два назад группа наших инвесторов обратила внимание, что фасады выполняются тоже из горючих материалов. Естественно, пошли атаки на ГАСК, потому что по-другому это не называется, и после какого-то определенного наезда этой группы инвесторов на ГАСК, это контролирующая строительство служба, они, наконец-то, обратили внимание на то, что строится. В итоге оштрафовали застройщика на 400 тысяч гривен. Застройщик начал шевелиться, делать противопожарные пояса и окантовку вокруг окон и проемов. И самое главное, что они не обратили внимания, что все дома так строятся. В итоге вот эти вот люди, которые заинтересовались, которые подали, которые исправили ошибку, которую допустил ГАСК, контролирующий орган, оказались виноваты, потому что везде их обвиняли в задержке строительства, вмешательства в работу строительной компании. Ну, суть в чем? То есть, я так понимаю, что, возможно, даже вот это предупреждение от нас, оно было до того, как сдали Гагарин Плазу. Я так понимаю, что ничему не научило. Инвесторы, ну, то есть застройщик, собственно, вашего жилого комплекса... У нас один застройщик. Это тем более, что мы обратили на это внимание. И я так понимаю, что везде они должны были исправить свои ошибки. Ну, этого не произошло. Кто виноват, не знаю. Наверное, должны были уже как-то особенно следить за этим застройщиком, раз он допускает такие ляпсусы. Ну, этого не произошло. У нас есть еще один инженер, с которым я хотел бы поговорить, Олег Лебедев. Меня интересует вот что. Как оказалось так, что дом-то был обшит, очевидно, горючим материалом? Разве такой материал, в принципе, используется в строительстве? Добрый вечер. Конечно, горючие материалы на фасадных частях здания не используются. Всеми строительными нормами это запрещено. Как это произошло, с точностью сказать не могу, но у компании-застройщика, которая занималась строительством данного здания, должны быть все сертификаты, все необходимые документы на состав материалов, которые используют на фасадных частях здания. Вы знаете, что это был за материал? Слышали о нем? Это композитный материал. В принципе, как мы видели из видеоролика, ФОК назвал его название. То есть, и как оказалось, он относится к горючему. Для чего он обычно используется в строительстве? Если такой материал выпускается, он, значит, для чего-то предназначен? Ну, данный фасад был выполнен, вентфасад, это вентилируемый фасад здания. То есть, его есть разные разновидности самого этого фасада. То есть, почему приняли так, я не могу вам сказать. Есть проектная документация, есть проект на стадии П-проекта, потом рабочий проект, и потом его уже запускают. То есть, вся проектная документация на стадии строительства проходит согласование. Ну, и здесь она, очевидно, тоже должна была пройти? Ну, конечно. Давайте посмотрим, как живут люди в других многоэтажках. У нас есть опрос людей на улице, одесситов просто поспрашивали, как обеспечивается пожарная безопасность у них дома. Это касается не только новых домов, но и старых советской еще постройки. Давайте, собственно, послушаем, что люди говорят. Еще 221 год назад основатели Одессы и представить не могли, что город будет развиваться так стремительно. Но он строится, и это хорошо. Но все ли застройщики выполняют свои обязанности по совести? Сейчас мы отправимся на улицы города и узнаем, у каждого ли одессита в доме есть система пожаротушения. Нету. Ну, как, если действительно что-то горит, и чем потушить? Нет, наверное. Нет. Ну, нет уже. Думаю, что нет. Я думаю, что нету. А как вы к этому относитесь? Не должна быть? Ну, я считаю, что да. Нету. Нет, конечно, нет. Как вы считаете, это нормально? Это не нормально. Это плохо. И дело в том, что вот даже вот эти пожарные, вот у меня 9-этажка, даже на балконах установлены пожарные двери, ноги все перекрывают, никто это не контролирует. И если пожар, то только прыгай с балкона, и все. Должны ли такие системы быть? Конечно. Последний случай показал, что должны быть обязательно. И сразу, моментально легче огонь устранить, чем когда он потом разгорелся и пожарных вызывать. В каждом доме должна быть система. Оно расположено на такие многоэтажные дома, система пожаротушения. Она должна работать. Ну, судя по тем новостям, которые произошли в Аркадии в последнее время, то они должны быть, наверное... Как бы безопасность должна быть. Итак, если просто подойти к какому-нибудь отститу на улице и спросить, как должны работать системы пожаротушения, он отвечает, ну, как-нибудь должны, что-нибудь должно, не может же быть такого, что системы пожаротушения нет. Тем не менее, по факту оказывается, что это далеко не всегда так. Елена Лебеденко, моя коллега-журналист, у вас проблемы в вашем доме с этим? Вы знаете, после пожара в Гагарин-Плазе, естественно, ну, каждый нормальный человек задал себе вопрос, а что происходит в моем доме? Я живу на 12 этаже, естественно, пришло мне двое маленьких детей. Я пришла домой и вот оглянулась вокруг в доме. Смотрю, на первом этаже вот я захожу, у нас тоже такая же кнопка, как в Кодор Групп, вот мы смотрели, да, в ролике, тоже кнопка, куда можно нажать. Я подошла, как активный человек, к председателю дома, и говорю, хорошо, если у нас пожар, я нажимаю на кнопку, куда идет сигнал? А мне говорят, никуда. То есть вся эта система, она не работает. Я говорю, хорошо, а вот гидранты какие-то, ну, как вода? Нет гидрантов. Я говорю, а как принимали дом? Ну, мы не были, когда принимали дом, мы покупали квартиру позже. Ну, вот, долгострой, и уже хотели хоть как-то вселиться, и уже решили, что собственными силами будем все доделывать. И вот мы постепенно наводим порядок. Постепенно мы наводим порядок уже три года, получается. И тут у меня возникает главный вопрос. В прошлом году у нас отключали свет. И в этом году все говорят о том, что, скорее всего, будут отключать свет опять. Так вот, в нашем доме, когда отключают свет, у нас отключается вода, потому что отключаются насосы, которые стоят внизу. Получается, что дом не только обесточен, но он обезвожен абсолютно. И если люди жгут свечки, я говорю, подождите, если, не дай бог, где-то вспыхивает штора или еще что-то, то даже нечем будет потушить. Значит, надо людей предупреждать, либо ванны набирать, либо еще что-то. Ну, то есть, это очень серьезная проблема. Более того, знаете, когда я стала размышлять на эту тему, я пришла к другому выводу и послушала вот то, что говорят специалисты МЧС. Говорят, что ответственность несет собственник. То есть, мы, как люди, которые все-таки выросли в Советском Союзе, мы по-прежнему не можем привыкнуть к мысли, что мы отвечаем за то, что происходит в нашем доме. Ну, вот, не всем повезло жить в домах Кадоргрупп. Знаете, я честно завидую вашим жильцам. Вот, у нас все совершенно иначе. Получается, что только сейчас, даже для меня, человека, который, в общем-то, интересуется, читает, и там, на передовой, да, информации, даже до меня только сейчас стало доходить, что на самом деле это я должна пойти в МЧС, подать заявку или обратиться к городским властям, чтобы мне дали специалиста, который придет в мой дом и скажет, вот здесь у вас нарушение, вот здесь у вас нарушение. Потому что я визуально это оценить не могу. Но я совершенно четко понимаю, что сегодня мы не находимся в безопасности. Виталий Бацаля, про ваш дом расскажите. Я живу в доме, который находится на улице Артиллерийской, 4. Это новостройка, многоэтажка, 18 этажей. На самом деле ничего плохого о своем доме сказать не могу. Действительно, фасада, о котором мы видели на сюжете, нет там горючего. Гидранты присутствуют, кнопки какие-то присутствуют. Вместе с тем никто никогда не видел, и я в том числе, чтобы они проверялись, и каким-то образом происходило какие-то проверки или обучение тех же жильцов, какие-то на стендах обучения. Когда эту кнопку нажать и куда пойдет сигнал, я на самом деле не знаю. Поэтому, действительно, после случившейся могу посоветовать всем жильцам всех домов, которые присутствуют, уделить этому внимание и хотя бы самому проинтересоваться этим вопросом. Денис Вяльченко, вы как адвокат, может, еще и посоветуете, что, собственно, делать? Я здесь послушал всю ситуацию разных экспертов, понял, что проблема носит комплексный характер. Она образуется путем ненадлежащего исполнения органами государства на власти своих контрольных функций. Это ГАСК, прежде всего, так как они вводят в эксплуатацию дома, которые не соответствуют строительным нормам. Думаю, что также проблема состоит и в хозяйственном обеспечении органов МЧС. Всем очевидно, что будущее Одессы, любого областного города – это высотные дома. А у нас вышло так, что у органов МЧС просто нет систем пожаротушения на высотных объектах, нет специальных машин. Ну а жителям хотел бы посоветоваться действительно проявлять инициативу, обращаться через управдомами с заявлениями, соответствующими о проверке систем пожаробезопасности своих домов. Я сам живу на 15 этаже в Суворовском районе и так же попадаю в зону риска. У вас дома как работает система пожаротушения? Как обычные жители города Одессы, я вообще не интересовался этим вопросом. Но послушав сегодня, посмотрев сюжет, я обязательно этим поинтересуюсь. Алексей Прокопенко, вы тоже инженер. Скажите, мы вот не можем знать, как оказывается, работает в доме система пожаротушения или не работает. Как пессимисты, предполагаем, самый плохой вариант – она не работает. Насколько опасен такой дом? Насколько высока вероятность возгорания в высотном жилом доме? Может быть, там пожар никогда не произойдет и, соответственно, эта система и не нужна, по сути? Добрый день. Все дело в том, что рассчитывать на то, что пожар никогда в высотке не произойдет, но на это просто мы не имеем права, поскольку мы говорим о жизнях людей. Исходя из того, что я услышал и изучив проблему на системном уровне, я хотел бы сказать следующее, что, например, вопрос не только к застройщику возникает, самый главный и основной вопрос, не только к застройщику и к тем людям, которые отвечают за строительство, а вопрос, прежде всего, к тем людям, которые согласовывали проект, ведь уже в проекте, например, указано тот облицовочный материал, который должен быть в данном виде сооружения, вопрос к тем людям, которые разрешили и допустили эксплуатацию такого объекта в городе Одессе. Как уже мы сегодня говорили о том, что за Одессой будущее, как бы за высотное строительство, но прежде всего мы сегодня должны сделать то, что мы сегодня должны сделать все возможное для того, чтобы не допустить недобросовестных застройщиков, которые игнорируют государственные нормы и правила, рискуют жизнями людей на рынок строительный в Одессе. Это первое. Застройщиков, скорее всего, как раз накажут. Там с этим проблем не будет. Ну, как минимум, оштрафуют. Не знаю, это госчиновникам решать. Вопрос в том, возможно ли наказать чиновников, которые поставили свои подписи под актом о приеме дома в эксплуатацию. Там ведь много подписей, а у чиновников обычно, если подписей много, значит, как бы никто ответственность не несет. Возможно ли их привлечь к ответственности? Я думаю, что сейчас этот вопрос наиболее актуален. Это и возможность проверить современную правоохранительную систему, анонсированную нынешним губернатором. То есть, если проблемой системно заняться и действительно найти тех людей, которые ставили свои подписи, которые, я не исключаю, что там существует коррупционная составляющая, потому что мы все в Одессе, мы все прекрасно понимаем, каким образом сдаются те или иные объекты, как они эксплуатируются в дальнейшем, и каким образом в Одессе решаются вопросы. Поэтому я думаю, что это как лакмусовая бумага на проверку правоохранительной судебной системы в Одессе сегодня. И для того, чтобы избежать в дальнейшем, и для того, чтобы неким образом обезопасить одесситов и высотные дома в городе Одессе от подобных ситуаций и случаев, сейчас при облгосадминистрации, я вот только вот наводил справки, узнавал, создано агентство инвестиций, которое вот только начинает свою работу. Есть специальный отдел, который будет заниматься инвестициями в области ЖКХ, в области транспорта, в области инфраструктуры, строительства и энергетики. Поэтому я думаю, что на системном уровне город и общественность должны предложить ряд проектов, норм и правил, которые помогут Одессе стать безопасной, а высоткам безопасны для ее жителей. — Компания, которая достраивала «Гагарин Плаза», несколько раз менялась. И сейчас эта же компания получила на достройку еще один старинный и знаменитый долгострой Одессы, жилой комплекс «Золотой берег» на 16-й фонтан. У нас здесь, собственно, есть инвесторы «Золотого берега». И после того, как вот эта новость недавно прозвучала, что этот дом отдан снова на достройку этой компании, инвесторы вышли на митинг, устроили, я не побоюсь этого слова, натуральный скандал в мэрии, требуя отменить это решение. Почему вы категорически не хотели, чтобы ваш дом достраивала эта компания? Ведь, казалось бы, вам хочется, чтобы дом скорее был наконец-то сдан и прекратились все эти мытарства с его достройкой. – Добрый вечер. Вы знаете, я по образованию строитель и юрист, и мне эта тема интересна с разных сторон, потому что ответственность, она возникает на различных этапах, и ответственные организации тоже разные. На этапе строительства, конечно, в первую очередь несет ответственность за все застройщик. И почему-то здесь не прозвучало название застройщика, может быть, были такие скромные. – Добробуд. – Там не только Добробуд, но там еще компания, кооператив «Адеком», насколько я знаю, был. Поэтому, почему «Золотой берег», который я представляю, очень волнует эта тема? Потому что в настоящее время компания «Адеком» зашла к нам на недостроенный объект и предлагает нам свои услуги по его достройке. Кроме различных финансовых и правовых вопросов, которые нас беспокоят, нас, конечно же, беспокоит качество строительства и в свете того, что произошло, безопасность строительства. И так как эта компания участвовала в строительстве данного объекта, мы решили поставить в известность городскую власть о том, что наше беспокойство сегодня оправдано. Вот оно не только оправдано, оно несет уже характер нашей тревоги. Потому что, если такое же качество будет нашего дома, то никто из инвесторов просто не зайдет в свою квартиру. Потому что все будут беспокоиться о жизни своей и своей семье. Ольга Трушицына, вы тоже инвестор «Золотого берега», да? Вот все же объясните мне мотивацию. Много, очень много лет идет строительство этого дома, он недостроен. Вы должны быть максимально заинтересованы в том, чтобы его, наконец, сдали, но вы выступаете против конкретного застройщика. Отчего? Добрый вечер. Я занесла деньги в 2007 году. Оплатила полную стоимость своей площади 60 тысяч долларов. У меня как бы однокомнатная квартира, третий этаж. И в моем договоре с «Прогресс-строем» написано, что через два месяца дом будет сдан. Он уже застеклялся и действительно имел очень красивый вид. Я решила, что так оно и будет. Но потом «Прогресс-строй» разорился. Да, и так прошло 7 лет. Теперь на нашу стройку хочет войти, вернее, это, я считаю, просто рейдерский захват, потому что никто не давал своего согласия из 600 инвесторов. «Адеком», компания «Адеком». Они собрали нас в клубе «Политеха» и объявили, что мы должны все взнести еще по 75 долларов за квадратный метр. Вы знаете, моими деньгами я пропользовалась 7 лет. Я взнесла полную сумму. Я уже не говорю о том, что у меня сегодня нет этих денег, чтобы я им взнесла дополнительно. Но если бы они построили, и тогда сказали, вы знаете, у нас пошли такие и такие затраты, и вот вы должны все-таки взнестись. Это другой вопрос. Но они сказали, что они нам могут сплатить деньги за наше жилье по 300 долларов за квадратный метр. Затем они еще, как большие благодетели, объявили, что они могут не брать сегодня этих денег у нас, которые доплачивать, они будут сами их доплачивать, взносить вместо меня. Но как только они сделают первый взнос, тут же пойдет на меня идти процент. Это просто уже, вы знаете, 90-е годы какие-то. С инвесторами, которые в Одессе вкладывают деньги в строящиеся дома, очень часто такое происходит. То есть людей постоянно просят доплатить, 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 доплатить. У вас по Гагарин-плазе, вы уже знаете, во сколько вам обойдется этот пожар? Возьмите микрофон. По поводу той доплаты, о которой вы только что сказали, действительно, это было на нашем объекте. И вот эти, скажем так, недобросовестные компании, которые взялись за достройку нашего дома, они требовали, и сейчас выясняется, что это было незаконно, будем ждать решения суда, которые подтвердят это уже на документах, требовали деньги за дополнительные метры. И эти метры оценивались этой компанией, наверное, по двойной стоимости от рыночной, наверное, на тот промежуток времени, учитывая, что этот дом так и не сдан и был на тот момент и не в надлежащем виде. Значит, подождите, какой вопрос был еще? Сколько вас просят доплатить? А, значит, по той информации, которую я имею, а имею я ее вследствие опроса большинства инвесторов, стоимость доплаты за дополнительные метры была от полторы до двух тысяч долларов за квадратный метр. Теперь представьте состояние тех людей, которые заплатили за свою недвижимость, кто-то выплачивал ее частями в рамках каких-то кредитных программ и так далее. И здесь приходит представитель кооператива и говорит, если вы не доплатите 25 тысяч долларов или 30 тысяч долларов, у кого-то до 60 доходило. Алена Богачева, вы тоже инвестор Гагарин Плаза, вы можете это подтвердить? Да, я приобрела квартиру и все члены моей семьи. И в долгострое премио-класса. Как это было? Как с вас требовали деньги уже после того, как вы ее приобрели? Меня это не коснулось, но мы очень много общаемся с инвесторами и с соседями нашего ЖК-комплекса Гагарин Плаза. Да, они такие говорят факты, это правда. Мы доплачивали чуть меньше 50 тысяч долларов. Возьмите микрофон. Мы доплачивали, тоже все доплачивали. У нас конкретно доплата за ту недвижимость, которая находится у членов моей семьи в этом доме, доплата была не сильно большая, у нас небольшие квартиры. Три маленьких квартиры и доплата была до 5 тысяч долларов. Слава богу, эта сумма в принципе не такая огромная, как у тех людей, которым озвучивали 50, 40, 30 и 20. И представьте состояние тех людей, которые уже выплатили и отдали от себя деньги, купили, приобрели якобы недвижимость в этом доме. В итоге дома так и нет фактически. Жить там нельзя, пользоваться недвижимостью нельзя, так еще и доплатить нужно и по двойной цене от рыночной. Итак, смотрите, что мы имеем в итоге. Получается, что у нас в Одессе нужно рассчитывать только на порядочность застройщика. Потому что выходит, что ни государство ничего не может сделать. Люди спокойно, чиновники подписывают акт сдачи дома в эксплуатацию, который построен с очевидными совершенно нарушениями. Причем я с ними даже не специалисту, если фасад в Гагарин-Плаза был обшит горючим материалом. Почему у нас не работает такая вот система? В принципе, это ко всем вопросам, кто из вас может ответить. Как в Европах, Америках, где за безопасностью в домах пожарные следят страховые компании. Потому что дом застрахован на огромную сумму. Если страховой агент придет и увидит, что там не работает пожарный гидрант, этот дом будет мгновенно оштрафован и так далее и тому подобное. Почему это не работает у нас? Ну, когда мы начали выяснять все обстоятельства происшествия, которые подошли в нашем доме этого пожара, мы в утвердительной форме, скажем так, преподнесли нам информацию сотрудники вот этого жилищного кооператива, который якобы обслуживает наш дом. Сейчас уже выясняется, что особо нет никаких документальных подтверждений тому, что он имеет вообще право обслуживать. Может быть, они выявятся в ходе расследования. Пока нет. Но, по поводу страховки, вот именно вот эти представители этого кооператива утверждали, что есть страховая компания, люди, расходитесь, дом практически не горел, мы обратимся, возмещены будут наши все ущербы и так далее. Ну, я так понимаю, что, слава богу, уже большинство этих инвесторов уже не сумели просто даже получить от них эту информацию, и она была невнушаемой для них. И поэтому они просто никуда не расходились и видели своими глазами, что происходит в этом доме. Дом простоял более 8 лет, дом еще и сгорел. Денег нет, доплату произвели. Поэтому начали требовать предъявить этот страховой полис или какие-то документы от страховых компаний для того, чтобы быть действительно удостоверенным, что есть страховка и что есть какой-то шанс возмещения этого ущерба. На самом деле никто по сегодняшний день ничего не предъявил, и от этого вопроса последующего опять по поводу страховки, вы же говорили, да, что есть страховка, покажите. Но эти представители кооперативов, они уклоняются, соответственно, никаких документов нет. Я понял, у Золотого берега была страховка? Нет, страховки тоже не было. Добрый вечер. Я бы хотел немножко еще уйти в историю всех этих долгостроев и назвать человека, который есть истинный виновник всех этих бед на сегодняшний день. То есть этот же объект Гагарин Плаза, это тоже бывший объект прогресс строя. Как затевался он тоже как элитный... Давайте без долгого экскурса в истории, вы можете просто объяснить, потому что время уже заканчивается. Да, да. Значит, все эти дома были прогресс строя. Был такой управляющий Селезнев, который просто скинул эти дома в любом состоянии и никакой ответственности не несет, как он их строил, как он их продавал, перепродавал. Сегодня, вот то, что вы видели вчера, все видели, происходило в мэрии. Это была наша борьба инвесторов Золотой Берег против навязывания нам такого недобросовестного застройщика, следующего кооператива, даже не застройщика, а Диком, которого, в принципе, нам опять навязал тот же все небезызвестный Селезнев. Он и сейчас, собственно, там работает. Юрий, будем уже заканчивать. Объясните, пожалуйста, вот что. Как людям выбирать себе квартиру? На что смотреть, что проверять, когда вы покупаете квартиру в доме, чтобы вы понимали, безопасно этот дом или нет? Ну, первое, это у них должны быть договорные отношения, там, по идее, должна быть вся спецификация, из чего само здание. Она должна быть прописана уже в договоре? Ну, там есть разные договора, но в основном подчеркивается, да, из чего, как, что, где. В принципе, можно обратиться в компанию застройщик, они обязаны предоставить сертификаты на материалы, как, что, по проекту. Ну, в основном это можно обратиться после момента сдачи, если, допустим, у нас в компании, да, у нас компания не бросает дом после момента сдачи в эксплуатации. Мы как его построили, так мы его дальше поддерживаем в живом виде, и это будет так продолжаться, потому что надо создавать комфорт, и чтобы люди были, ну, довольны этим. Можно обратиться в управляющую компанию или там в ОСМД, ну, неважно, кто там настаёт, у них должна быть вся проектная документация, можно поднять проекты, посмотреть, что, где, зачем. По необходимости, опять же, можно затребовать сертификаты на материалы при поставке и при строительстве, они также предоставляются. И это всё должно архивироваться. Вы хотите ли что-то добавить? Да, я хотел добавить. Ну, с технической стороны можно делать какие-то проверки, расследования и так далее. То есть это тоже правильно. Но у нас есть много тех людей, которые далеки от этого всего. И я что хотел бы посоветовать тем будущим владельцам той недвижимости, которую они будут приобретать в нашем городе, чтобы они не наступали, каким способом, что им посоветовать, чтобы они не наступили на наши грабли. В первую очередь нужно тщательно обратить внимание на, хотя бы на название и на ту компанию, которая предлагает вам свои услуги. На застройщика, на строительную компанию, на те кооперативы, которые создаются в этой компании и так далее. У них есть название, есть другие клиенты, которые что-то приобрели и, соответственно, есть репутация у этой компании. Не тяжело было заглянуть элементарно в интернет, посмотреть, что такое ADECOM, кто её возглавляет и вообще, есть ли какие-то либо законченные проекты у этой компании. Спасибо вам всем, что пришли к нам сегодня. С вашего позволения я подведу итог. И так получается, что дом сгорел. Скорее всего, серьёзной ответственности за это никто не понесёт. Я имею в виду юридическую, уголовную, максимум финансовую. И всё, что можно посоветовать людям, если они хотят жить, а это действительно вопрос жизни и смерти, это внимательно читать все документы и узнавать максимум информации, доступной о вашем застройщике. Потому что есть люди порядочные, а есть не очень. Спасибо, что были сегодня с нами и счастливо. Субтитры подогнал «Симон»!